Что такое пустота или по-китайски вот эта тема, которую мы будем сегодня рассматривать, называется конван. Конван переводится как смерть и пустота. Вот этот термин переводится как пустота. Что же он означает? Часто люди пугаются и думают, что вот что-то исчезает. То есть, если какой-то фактор в Бадзи войдет в пустоту, это кто-то умрет от несчастного случая или от болезни. Все немножко не так. Я сейчас перескочил, расскажу, что такое пустота, потом вернусь немножко. Пустота означает, на самом деле, искренне наслаждаться, получая что-либо, но не быть привязанным к этому. То есть, если вы что-то не получаете, вы от этого не страдаете. Если что-то у вас забирают, вы тоже от этого не страдаете. То есть, если, например, у вас муж живет с вами, вы этому искренне радуетесь. Если он уходит, ну что делать? Вы искренне желаете ему счастья. Правильно? Это одна из интерпретаций пустоты. То есть, если некий фактор входит в пустоту, это значит, ну вот, оно может исчезнуть. И это больше на уровне эмоций, нежели на уровне физического разрушения объектов. То есть, если у вас, не знаю, там, украдут машину или заберут, потому что вы не можете выплачивать кредит на машину, она же никуда не исчезает, она остается, просто она, вот эта связь вас и машины разрывается. Это одно из понятий пустоты. Ну, то есть, об этом можно говорить достаточно долго. Например, буддисты говорят, что есть такое знаменитое высказывание, каждая форма пуста, каждая пустота оформлена. На высоком философском уровне все, на самом деле, пронизано пустотой, потому что нет никакого истинного существования у феноменов. То есть, все имеет начало, окончание. Если подумать, ну, вот, как бы, то есть, они просто оставляют, знаете, такой след, такой, как такой, ну, здесь фотографию, если поставить фотоаппарат и вот с длинной выдержкой снимать ночную улицу, то есть, вот от всяких огней, от машин остаются лишь такие следы, такие рощерки на черной палитре ночи, что-то такое. И в этом смысле, как сказал один лама, размышление о непостоянстве идет к пониманию пустоты. Продолжение следует...